Ну а вообще основные спутники предвыборной гонки по-американски это скандалы, интриги, расследования и даже угрозы. И это при том, что выборы там только через полтора года. Обратный отчет запущен. Действующий президент и кандидат на новый срок Байден угрожает всему миру кризисом из-за дефолта в США. Дональда Трампа преследуют судебные тяжбы. О грязных методах политической борьбы по-американски. Авторский комментарий Марии Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство ТИБИ новостей. Мне дали 5 долларов, чтобы я проголосовала за Байдена. Чиновники-демократы избегают прозрачности и отчетности на каждом шагу. Сейчас они держат избирателей на таком расстоянии, что те не могут разглядеть ничего. Американская демократия выглядит именно так. Лживо, лицемерно и по-бандитски нагло. Подтасовку на президентских выборах США увидел весь мир еще в 2020 году. Увидели и воочию, и в графиках, когда после старта почтового голосования резко, фантастически прям начал лидировать Байден. И как бы американцы не протестовали, властям США наплевать на мнение жителей США. И граждане даже не имеют права голосовать, за них это делают какие-то выборщики. Но так неужели вы думаете, что после этого открытого беззакония 2020 года, власти США резко начнут соблюдать законы и проведут честные выборы? Смешно. Суд признал Дональда Трампа виновным в изнасиловании журналистки Джин Кэролл в 1996 году. Пострадавшую при судере 5 миллионов долларов. Хочешь в Штатах в политике подняться, будь готов в секс-скандалах замараться. Главный соперник Байдена Дональд Трамп, чей рейтинг доверия, судя по опросам, гораздо выше байденовского, становится виновен в домогательствах, о которых жертва почему-то вспоминает спустя каких-то 27 лет. Именно сейчас. Совпадение, ради которого на год аннулировали действия срока давности по делам об изнасиловании, чтобы уж наверняка осудить экс-хозяина Белого дома. Если бы не одно «но». Американские законы не запрещают Трампу вести избирательную кампанию даже из тюремной камеры. К тому же, чем больше Дональда прессуют, тем больше ему сочувствуют американцы, и тем выше его рейтинг. Выглядит прям как грамотная политтехнология со стороны как раз-таки команды Трампа. Но я все же думаю, что цирк этот разыгран республиканцами, чтобы рейтинг Трампа действительно рос. И из всех конкурентов от демократической партии кандидатом в итоге стал именно эпатажный миллиардер, которого однажды уже слили. А вот команда Трампа играет совсем другими картами. Учитывая федеральные расходы, вопрос «когда», а не «если мы начнем дефолт». Падение экономики США в кризис может привести к досрочному уходу Байдена и точно внесет колоссальный раздрай в ряды демократов. После этого у них не будет шансов выиграть президентские выборы 2024 года. Трамп, напротив, не боится рецессии и считает, что такая ситуация вернет его в Белый дом. Ведь рано или поздно в США будет поставлен вопрос, кто может спасти нашу экономику. Итак, риск дефолта. Уж который раз он в долларопечатной стране. Раньше эту проблему решали компромиссно республиканцы и демократы. Но после дерзкой кражи демократами голосов на выборах 2020-го правил у игры нет. И вот есть два пути. Первый вариант. В июне Конгресс повышает предел госдолга, напечатав еще бумаги, что рискованно. Ведь уже практически каждый требует от Байдена сократить расходы госбюджета, особенно на Украину. И Трамп, ой, как играет на этом. И задавит Байдена в СМИ. Теперь я скажу так. Я хочу, чтобы Европа вложила больше денег, потому что от них 20 миллиардов долларов, а у нас вложений на 170 миллиардов долларов. Но есть и второй вариант. Конгресс таки объявит дефолт. Эксперты предрекают, что технический дефолт пошатнет доллар, а значит и Штаты. Но также экономисты замечают, технический дефолт для Вашингтона это по сути рецессия и снижение расходов на социальные нужды. И трамписты делают ставку как раз таки на рецессию. Ведь это пошатнет власть демократов. А уж в глазах американцев опальный миллиардер от республиканцев явно разбирается в экономике получше Байдена. Мы не будем увеличивать размер госдолга, что делал каждый президент на протяжении последних 6 миллионов лет. Американская демократия появилась на земле раньше мамонтов? Что? У всего мира будут проблемы, если у нас будет дефолт. Мы выиграем этот бой. В гонке за влияние американские власти привыкли шагать по трупам. Японии, Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии, да в общем-то всего практически Ближнего Востока. Украины. Так что же им стоит идти по трупам и разорению собственных граждан в борьбе за лидерство в самих штатах? Им всегда не до законов. Еще больше честных новостей в наших телеграм-каналах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!